Друзья, доброе утро, от всей души приветствую вас на нашем канале. Сегодня немножко пасмурно, но я думаю, это нисколько не помешает нам записать этот видос. Многие застройщики и те, кто уже въехали в свои дома, эту тему в своей голове уже мониторили. Вот, а тема будет сегодня про теплопотери. Как мы знаем, дом теряет примерно в 4-5 местах. Начнем с самого верха. Это крыша, потолок, это вентиляция, это окна, это стены в наименьшей своей степени, и это плита, то есть фундамент. Тоже имеет очень небольшие потери. Интересно, когда уже 8 лет строишь дом, а до этого еще несколько лет строишь дом родителям, то невольно становишься в чем-то, ну, экспертом громкое слово, но разбирающимся человеком. И вот сейчас уже с высоты прожитых строительных лет я могу сказать, что даже на своей стройке я нахожу сейчас ошибки. Первая и самая большая, это потери через плиту. То есть вот эта бетонная плита, по факту, у меня уходит вглубь дома. И она у меня не имеет терморазрывов. Я не стал их делать, потому что побоялся, что конструкция будет не такая крепкая. И, в общем, была у меня мысль, что в дальнейшем я просто ее утеплю. От этой мысли я еще и не ушел, а я в любом случае так и буду делать. Но сегодня мы увидим, как из дома уходит тепло именно через эту плиту, потом плиту веранды и плиту балкона террасы. На первом этаже еще, не разбираясь особо в этом, я сделал бетонные блоки, не утеплив их дополнительно. Ну, я потом утеплил это все минватой, но по уму было правильнее вставлять экструзию при заливке плиты перекрытия окна и дверей. На втором этаже я уже так стал делать, на первом еще нет. И вот эти места мы тоже сейчас с вами изнутри посмотрим дома, потому что снаружи их не увидеть, у меня здесь вентфасад. Ну и как вы знаете, опять же, те, кто смотрит канал давно, весь этот дом построил я своими руками. А, соответственно, и электрику, и водоснабжение, и отопление, и вентиляцию я делал тоже сам. Все вот эти нюансы я хочу сегодня увидеть. Нет ли у меня где-то нагревов на автоматах, нет ли у меня нагревов где-то на электроприборах. Сейчас мы все это посмотрим. Ну а обследовать сегодняшний объект мы будем с помощью вот такого вот гражданина производства Соединенных Штатов Америки. Умеют делать чертяки. В видосе я чуть позже расскажу о нем подробнее. Ну а сейчас, наверное, давайте уже начнем. Видите, как теряет между блоками? Смотрите. Холодок. И видно, где уходит тепло между блоками. Его прям откровенно видно, как мы теряем. Но, друзья, вот момент, по которому сейчас видно прям максимально горячие зоны, это первое, здесь работает солнышко, которое нагрело поверхность пеноблока. И второе, еще это такое понятие, как эмиссия. То есть тепловизоры линейки Компакт, они не умеют понимать глянцевость материала и так далее. То есть у них зона эмиссии будет одинаковая, что на металлической поверхности, что на деревянной. А вот он, наш джек. И мы видим, что теряет он у нас в некоторых местах. Особенно теряют белые точки, друзья, это максимально горячие зоны у собаки. Вообще на объекте. SIG Thermal Compact это мобильный тепловизор для смартфона или планшета. С помощью него можно получить информацию о тепловом излучении окружающих объектов и использовать его для решения различных бытовых проблем. Например, для поисков источника теплопотерь в зданиях, неполадок в работе приборов. Но тепловизор доступен как для смартфонов, так и для планшетов под управлением EOS. Ну и Android, конечно, устройства им тоже поддерживаются. Об этом я уже с вами говорил. Это microUSB и Type-C. Компактный размер в сочетании с техническими характеристиками серьезных стационарных моделей делают линейку компакт незаменимой как для домашнего, так и для профессионального использования. Компания SIG Thermal это пионер рынка, поставивший себе сделать тепловизор продуктом массового использования. Области применения тепловизоров достаточно широки. Основные из них это обнаружение утечек тепла и холода, выявление проблем с электропроводкой, поиск мест локального нагрева или перегрева техники. Обнаружение добычи на охоте, в том числе в условиях плохой видимости. Устройство будет особенно полезным тем, кто строит загородный дом. С помощью него можно легко увидеть места теплопотерь и некачественного монтажа и утепления. Фасады, двери, окна, также кровля. Не нужно отапливать улицу и платить лишние деньги. Стоимость самой дорогой модели Compact Pro менее 5% от затрат на постройку дома стоимостью 1 миллион рублей. Это разумное вложение, которое сэкономит ваше время и нервы при обследовании качества строительства. Видите, вот эта плита веранды, она выходит из дома и не имеет у меня терморазрывов. Соответственно, она тоже должна терять. И это очень хорошо, наверное, можно просмотреть со стороны подвала, посмотрев на потолок. Один момент, который могу сказать точно. Потери у меня здесь могут быть только со стороны потолка, потому что пол у меня утеплен экструзией на первом этаже. И, соответственно, никоим образом тепло не попадает на пол первого этажа. Только на потолок нулевого, подземного этажа. Вот, видите, непропененная часть над вентиляцией, идет утечка из дома. Кстати, что интересно, этот тепловизор очень хорошо подходит для охоты. Так пишут в инструкции. Я как маленький мальчик, мне прям все интересно посмотреть, как это работает. Итак, мы дома. И что могу сразу показать вам, друзья? Вот у нас нет утепления пока над этой дверью. Эта дверь будет выходить потом на баню, да? И что мы видим? Верхняя балка, но над дверью она холодная. То есть она забирает тепло из дома. И посмотрите, как выглядит дверь, тоже интересно, да? То есть утепленные части и неутепленные у двери. Также мы видим, что есть потери по вате, по бруску. По вате и бруску. Там я буду над этим работать. Так, сейчас, секунду. Фокус настроим. Что-то фокус, по-моему. Смотрим теперь, например, балку над этой дверью и видим, что она теплая. Потому что здесь все утеплено. То есть здесь у нас хауберг наколочен с обратной стороны. И здесь утепление идет 10 см плюс 40 см тела стены пеноблока. Так, полы. Что мне нравится пополам? Во-первых, видите, это все мои ноги, это я ходил. А во-вторых, мне понравилось, что я могу очень легко находить здесь сам теплый пол, линии теплого пола. Особенно это было, когда температура опускалась и теплые полы начинали греть. У меня же погодозависимая автоматика. Она сама включает по необходимости и полы, и радиаторы, и так далее. И вот когда она врубала свою работу, включала свою работу, я видел. Ну и сейчас видно контуры, да? Их видно. Видите? Контуры теплого пола, они все равно просматриваются через... Так, эмиссия включилась. Для того, чтобы убрать эмиссию, надо временно сместиться на какой-нибудь другой участок и вернуться обратно. На более серьезных версиях тепловизора этой же линейки я знаю, что с эмиссией можно уже работать. Что еще хотел посмотреть? Смотрим. Балка над этим окном, и вот она тоже слегка холодная. Следующая тема, о которой я хотел поговорить, это углы. Дом построен, по сути, на каркасе. То есть у нас 16 углов в нашем доме, и эти 16 углов все имеют бетонный скелет. То есть 16 углов, значит 16 колонн. В итоге все это увенчивается центральной колонной, которая держит уже монолитную плиту перекрытия 18-сантиметровой толщины. Здесь два слоя арматуры 12-й и 250-й бетон. Электрика, пойдемте. Мне интересно, что у нас сейчас скажут автоматы, и вообще имеют ли они какую-то определенную температуру. И я вижу, что дифы имеют температуру 31 градус. Почему-то. Да, 30-31. То есть они немножко греются, дифы. Наверное, очень хорошо. Есть открытая проводка у меня в подвале. И там, наверное, будет картина полнее. Смотрите. Вот здесь, например, теплый пол видно очень-очень отчетливо. То есть если бы мне нужно было с полом как-то поработать, то благодаря тепловизору я бы это уже мог сделать. Потому что мы вот так берем, и мы видим, где находится в полу труба. Так, я в котельной. Кстати, котельную тоже можно посмотреть. Мы видим, что три релюхи находятся под температурой. А эти релюхи отвечают у меня, по-моему, за насосные группы. Надо подписать, кстати, каждую, чтобы быстро можно было определиться. Так, гидрострелочка, утеплитель. Видно, как работает в энергофлексе. Видно, что у нас температура в радиаторах сильнее температуры подачи в теплые полы. Слушайте, интересно, да? Можно вот увидеть, как работает система. Здорово. Так, а теперь то, что именно я и хотел, это счетчик. Посмотреть, что у нас происходит сейчас с электрикой. Открываем, и тепловизор что нам говорит. Мне важно увидеть не то, что у меня автомат сейчас, например, вот РКН, да, они прям горячие, в них 31 градус. Вот. А здесь важно увидеть... Важно увидеть... А, ну это металл. А, ну это металл. Это металл, типа, это эмиссия, опять же. Здесь важно увидеть, например, контактные группы, которые греются. И, насколько мы видим, у нас все чистенько. Но то, что РКНы имеют температуру, как и дифы на втором этаже, ну это не так страшно. Так, здесь явных каких-то сбоев, нагревов, проводки и так далее я не вижу. Так, не останавливаясь на достигнутом, я решил пойти дальше и изучить уже полностью всю систему утечки. Всю ситуацию. А утечка у нас, поверьте, есть. Вот. Даже по влаге. В коробе это видно. Сейчас я решу вопрос. Посмотрю, где утекает. Минеральную вату поднимем наверх сейчас. И надо будет уже начать утепляться. Сейчас. Так, кровля, друзья мои. То, о чем мы очень давно с вами хотели. Ну, я хотел. А вы за компанию. Втыкаем. Активируется приложение. Так, как я уже говорил, я начал утеплять. Но рассказывать вам про утепление здесь, ну, сильно не вижу смысла. Потому как, да потому что у меня на канале этих видосов про утепление уже море. Но если вам интересно, то какую-нибудь комнату какую-нибудь я вам объясню и покажу. Суть главная. Перехлесты швов. И суть главная. Это перекрытие, перекрестие по балкам. Включаем видеосъемку. Здесь можно делать как фотографии кнопкой, так можно делать и видео. В нашем случае интересно видео. Так. Сейчас покажу именно утечки, которые я увидел. И вот смотрите, как хорошо видно. Вот видно вата теплая. Я вам, кстати, еще не рассказал про функции. То есть, функции... А, здесь на видео это не сделать. Смотрите. Функции. Есть вариант выбора спектра. Янтарь. Спектральный. Контрастный спектр. Бело-черный. Сверхконтрастный режим. Очень удобный для поиска пиковых точек. Немножко об интерфейсе программы. Можно включить вид с камеры смартфона, чтобы упростить восприятие мира и прицеливание прибора. Как правило, эта штука не очень хорошо себя показала, потому что камера находится здесь, прибор здесь, и он все равно не совпадают картинки вместе. Ну, и разная крупность и так далее. Режим отображения температуры. Центральная точка не самая удобная, но в некоторых случаях лучший вариант. Он показывает температуру на объекте, на который вы наводите тепловизор. Самый удобный инструмент, по моему мнению, это фиксация самой холодной и самой горячей зоны в фокусе тепловизора. Но я им всегда пользуюсь. Вариант есть еще поставить по градусам. То есть она будет показывать только ту температуру, которую мы выставим. Также имеется режим с визуальной тепловой шкалой и его более расширенная версия. Так, смотрите. Вот, например, мы направляем. И вот они места. Особенно это заметно в тех точках, где, например, я наступал когда-либо. Вот, видите, порыв. Вон они, порывы на вате. И все эти порывы очень сильно фонят теплом. То есть по этим местам можно определить все ваши места утечек теплого воздуха из дома, теплоты. Все потери. И вот эти вещи мы сейчас будем все утеплять хорошенько. Так, ну здесь видно новая вата. Я ее сейчас уложил только. Степла занес, она еще вон прям горячая. По ней сейчас мало чего обнаружишь. Но я думаю, когда будет холодно, мы увидим, например, вот в местах примыкания балок, можем увидеть тоже утечки. Так. О, смотрите. Стакан занес я себе кофейку. Вот. Это все, что принесенное из дома. И вот кофе 30-40, он 40, 39-40 градусов. Очки. Вот все видно, что из дома батарейки из кармана достал. Вот. Все это на фоне холодной плиты. Это все горячее. Кстати, по плите мне тоже интересны потери. Сейчас у нас открыта чердачная первый лючок. И мы видим, какие потери идут и где. Вот они, видите? Потери примыкания в доме. Здесь не очень по шву. Вон еще потери идут. Там, наверное, стоит балка или ваты не хватает. Так. Здесь, значит, хорошо дует, да? С этой стороны. С этой стороны незначительные. В местах саморезов видно, что нагрето. Где саморезы крутил. То есть. Так, ну-ка, здесь. Ну и здесь небольшие потери примыкания. Примыкания крышки. И пониже вот тоже. Видите, потерьки. Ну, это все я еще дополнительно... А, ну да, там вон, там брусок видно. И в этом месте потеря. Потеря, потерь. Так. Здесь что мы видим? Здесь тоже потерьки. Ну да, тут продавлено. Так. Вот тут, мне кажется, тоже должно быть что-то. А, вот оно видно. Видите, белым прям. Это место примыкания двух балок. И в этом месте прям фонит. Потому что неплотное примыкание отошло немножко. И оно начало терять тепло. Ну, вердикт один могу всему этому дать. Что нужно утеплить вторым слоем. И после чего выйти на морозе еще раз посмотреть хорошенько. Видно, что дерево холоднее. Вата тепленькая. Ну, потому что вата пропитывает тепло домашнее. И держит его. Вот, смотрите, кровля тоже, да? Нагретый участок, на который солнце бьет. Вот, он прям вон красный. А вот сейчас возьмем в холодную сторону. Здесь получается балки теплее, чем кровельная поверхность. Еще знаете, что хотел посмотреть? Вентиляцию. Давайте глянем. Вентиляция. Вот это у нас фановая труба. Дальше. Открытый участок на печной трубе. Он 15 градусов. Колено. Не утепленное. Вентиляция дома. И само примыкание тоже интересно. Посмотреть. Ну, это все укутывать надо, да? И вон видно, да? Потеря вот тоже зеленая. Вон красная прям точка. То есть, где-то возле балки фонит. И пробивает. Вау. Вот потери. Видите, примыкание. На лестничном марше. Вон примыкание балки к стене. И тоже чудовищные потери. Тоже хорошенько надо утеплять. Вон их прям видно. Так, ну что, для себя я понял. Для себя я понял. А вот на вся проблема. Так, ну что. Я продолжаю, друзья, утеплять чердак. Ну, а вам немножко расскажу про сам прибор. Я думаю, вам будет интересно. Сразу скажу, ссылка, где брал прибор, я в описании. Ее вам добавлю. Смотрите под видео. Друзья, хочу сказать, что у меня какая-то, видимо, любовь начинать видосы не сначала. Пока монтируется очередной выпуск для вас, я подумал, что было бы здорово как раз сделать небольшую распаковку. Пришел ко мне этот тепловизор вот в таком исполнении. Это SEC Thermal Compact USB Type-C. Упаковка в себя включает руководство пользователя для того, чтобы вам было удобно пользоваться, собственно, гаджетом. Здесь есть ссылки на различные обучающие видео, новости, статьи, галерея сообществ. То есть, в принципе, по вот этой маленькой брошюрке можно полностью понять, как нам пользоваться прибором. Идем дальше. Если честно, я скажу, что я не фанат упаковок, потому что, ну, чаще всего я их выбрасываю или использую под какие-нибудь болтики и гаечки. Но эта упаковочка мне очень даже зашла. Я ее точно использую куда-нибудь. Я уже смотрел обзоры на этот прибор, поэтому, в принципе, знаю, что находится внутри. Вот такой кейс. Кстати, что интересно, непонятно, для чего здесь защитная пленка на стекле, так как пользоваться им в любом случае у вас не получится, когда он находится в кейсе. Но, наверное, это какая-то фишка. Идем дальше. И, собственно, сам прибор. Надо сказать, что существует еще две модели этого прибора, но с другими характеристиками. Ссылки на эти девайсы от интернет-магазина Даджет я оставлю под видео. Прибор, который я держу в руках, является самым доступным среди аналогов. К слову сказать, этот тепловизор производится в США. А такая низкая цена заключается в отсутствии экрана. Как вы уже поняли, он подключается к смартфону. На любой платформе. Единственное, что перед покупкой от меня требовалось выбрать соответствующий разъем из предложенных. Скачав приложение SIG Thermal на свой телефон, в тот же момент мы получаем возможность пользоваться всеми функциями данного девайса. В сторону необходимости и нужности данной покупки я скажу так. У меня сегодня очередь из тех, кто хочет проверить свой дом, гараж и офис на утечке тепла. То есть через недельку-две мой вклад в стройку уже окупится. По секрету, именно так я и отбил купленный год назад мною дрон. Оказалось, что многие продавцы участков и загородных домов были не прочь поставить в объявление видео и фото с высоты. Так что по тепловизору ловите мой вам бесплатный стартап. Очень многие пишут о щелканьях, которые очень бесячие. Вот честно, не заметил. Единственное, что понял, что они немножко напрягают, когда включаешь режим видео на самом телефоне. Если включить режим видео, он будет записывать еще и звук. Вот. А в таком случае, вот в таком, мы включаем режим фото. Вот. Сфотографировали несколько фотографий на память. Так, ладно. Переворачиваем его теперь в зону улицы и можем посмотреть, просто не уходя далеко. Сейчас глянем на нашу комнату. Вот 23 градуса идет штора, 19 градусов угол. С помощью этого прибора мы даже можем посмотреть. Видите? Еле отчетливая дуга. Это поворот трубы к радиаторам. Вот. И здесь тоже можно посмотреть. Вот на линии идет. Вот на линии идет. И она пошла на дальний радиатор. И в радиаторе у нас сейчас 38 градусов. Что могу сказать, друзья? Я еще изучаю только этот аппарат. Но уверен, что он много пользы мне принесет в дальнейшем, когда я буду чуть лучше в этом разбираться. Во всяком случае, я уже благодаря этому определил свои проблемы на кровле. Определил вопрос, что мне надо с дифами разобраться на этаже. Потому что что-то там непонятное. Я вскрою коробку и посмотрю. Еще знаете какой момент? Хочется все-таки в тайге попробовать взять его в лес на охоту. Посмотреть в полях животных очень даже хотелось бы. Вот смотрите. Если бы сейчас пол у нас не был горячий, то мы бы на стуле с вами обнаружили бы кота. Вон там. Вот. Мой вердикт такой. Вещь хорошая, стоящая, интересная. И этот замечательный тепловизор, я думаю, мне еще не раз пригодится. По поводу дома. Какой вердикт? Утеплять веранду, утеплять террасу, утеплять вторую веранду. Это обязательно. В ближайшее время закончится с тем углом. 0-0 повдоль, но он дает какой-то забор тепла у дочери в комнате. В зале вообще ничего не понятно. Зал у меня очень горячий, очень теплый. Там даже не страшно иметь потери. А вот на втором этаже, как оказалось, радиаторов немножко маловато. И там лучше хорошенько утеплиться. Кровли я тоже посмотрел. Все свои недочеты, я сейчас их справлю в ближайшее время. В общем, моя задача построить теплопассивный дом. При его размерах, чтобы я тратил меньше на отопление. И тепловизор в этом мне очень сильно помог. Друзья, если вы живете где-то рядом в окрестностях, можете мне звонить. Встретимся, я вам помогу, подскажу, промониторю вашу стройку. Ну, на утечке тепла. Теперь у меня есть эта чудо-штучка. Я пошел работать дальше. Дела у меня очень много. Ну, а с вами я прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Все, давайте, пока, пока.